Сегодня команда смельчаков отправится в 95-й год, чтобы найти опасных преступников. Сколько времени им для этого понадобится, узнаем уже совсем скоро. Эльвира Т. уже очень давно открыла в себе дар написания песен и их исполнения. А в недавнем времени проявила себя еще и как режиссер и оператор своих клипов. Любимый цвет – белый. Джакарта. Широко известный в узких кругах саунд-продюсер и диджей. Активно записывает треки с западными исполнителями. Претендует на мировое господство в своей сфере. Любимый цвет – желтый. Группа герои. Эти молодые парни уже давно и вовсю покоряют сердца российских зрителей. Началась история группы в 2011 году. И на сегодняшний день за их плечами уже немало достижений. Любимый цвет Миши Пунтова – зеленый, а Андрея Распопова – красный. А жизнь не кончится завтра, она у нас будет длинной. Но ты успеешь все сказать мне, пока мы молоды, пока мы любимы. И ты не бойся, я буду слабой, а я с тобой буду сильным. Ведь жизнь не кончится завтра, пока мы молоды, пока мы любимы. В таком составе ребята сразятся сегодня с испытаниями очередного квеста. Открыть заветную дверь и выбраться из запертой комнаты они смогут лишь, став командой. Получится у них это или нет, покажет сегодняшний выпуск. Ребята, привет, 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 Эля. Привет, привет, привет. У меня все отлично, как дела у вас? Играли ли в квесты? Я только что выяснила, что только я играла в квесты. Гоша не может сознаться, что он не играл никогда. А ребята действительно сознались. Они не играли, но я надеюсь, что все равно мы победим. Возьмешь свои женские руки и поведешь мужскую команду вперед к победе. Да, сегодня я буду доминировать. Я буду сверху сегодня. Ребята, как вам такой расклад? Эля сегодня доминирует. Ты знаешь, я не против, когда девушки длинируют. Когда-то да и можно. Отделение милиции. Да, сейчас все узнаете, чем вас закуют, кто вас будет заковывать, так сказать. Теперь я все возьму, это опять-таки в свои руки и прикуют вас все. А ровно час... Прикует... У вас есть ровно час. Выходите, молодцы. Не выходите, не молодцы. Все просто. Остаетесь в комнате и пока не выйдете, долбитесь в подсказок. Давайте начинать уже, чего тянуть. Все, да. Пошли. Пошли. Во время наполеоновских войн милицией называли народные ополчения и партизанские отряды. Которые должны были действовать против армии Наполеона и Османов. Так, я красавчик. Классно так слышно. Вы еще здесь вот смотрели. Нет? Да, я на вас есть. Здесь, серьезно? Заколочка есть какая-нибудь? Что-нибудь, я открою. Я открою. Да, я открою. Слово «милиция» произошло от латинского «milite» — «войско». Да. Ура. Так. Подожди, не пригодится. Смотри, на «з». Ох ты, Боже. Смотри, Гош, смотри. Опа. Человек. Элли, а ты вообще в детстве дралась? Я? Нет. Но с гаражей прыгала. А не дралась? Примерная девочка была, но если гаража? Нет, нет, нет. Не такая уж примерно, но прям дралась. Нет, не помню, что я прям дралась. Все-таки словом решала. Да, кстати, да, словом. Но я таким грубым могла, такой дерзким словом, да, решить, да. Надо взять друг код, для радарственных дыханий. Да. Лидера Сергеевна вас слушает. Да. Алло. Точно время. 12 часов, 5 минут. Ну это точно, вот, 12, 2, 9, 2, 0. Видишь, там 9? Соня, Соня Ротару. Нет, это точно 9, 2, 0. Знаешь, 9, 2, и там как бы пробел такой, и 0. Это точно как бы вот это. 1 марта 2011 года в России официально переименовали милицию в полицию. Ну как-то скажет, я понимал, что в отделениях полиции? В детстве один раз. А что? А у меня друг, он такой, мы его называли химик, Женя его звали. Вечером гуляли, он изобрел сам домовую шашку, ну и под машину на то время еще милиции кинул. Ну и все побежали. Я как бы, ну я же не виноват, я не бежал. Меня взяли, отвезли. Ну как бы все обошлось. Я же ничего, я не преступник. В России полиция появилась в 16 веке. Она находилась на содержании жителей городов, а не государств. В 18 веке полиция в России не только следила за порядком в городе, но и выполняла ряд хозяйственных функций. Например, занималась благоустройством города. Миша, ну как тебе играть? Да неплохо, забавно. Не, прикольно, правда, только мы тупые. Ребята, вот скажите, пожалуйста, неужели вас ни на что не наталкивают эти знаки? Вот стоп. Вот это что такое, солнышко или что это? Вот на самом деле, сейчас даже наш оператор вам помог, оператор вам помог справиться. Миша, мы уже сделали это за вас. Просто отвори, просто открой этот сейф и все. Джокер? Да. Семеник? Семь, восемь, два, нет. Ну дай дополнительный взгляд. А мы ФС-53, какой? Да, я же говорю, это чувак, я знала, что это, это чувак, я знала. Там уже нету. Там уже нету, ребята. А это не важно. Все, да? Ну что, ребят, час. 59 минут вам понадобилось, чтобы выйти из 95-го года сюда в 2015-е. Ну как вам? Круто, у Джакарты свои армянские какие-то методы. Мы вот с ребятами как-то в троечка как-то действовали, у нас были, да, мы втроем. А Джакарт, а Джакарта, он как-то отдельно там что-то там взламывал, какие-то двери, смотрелся в зеркала. Что ты там делал? Отправлял прическу. Я поправлял прическу. Но дверь это я открыл. Открыл, да. Это свой, да, какой-то, знаешь, отшельник. Одиночка, но такой вот, да, очень ловкий, да. На самом деле у нас так команда получилась, что все начали заниматься каким-то отдельным делом, и поэтому мы... Это хорошо. Это правильно. Да, 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 мы прям вот взаимодействовали. Ребят, ну молодцы на самом деле, 59 минут. Главное, чтобы вы вышли, и главное, что вы здесь. Я вас поздравляю всех. Эля, молодец, разрулила всех мужиков, так как построила. Все, уф, это квест-лайбл, ребят. Классно. За 59 минут Эльвира Теджа, карты и группа Герои разгадали сегодняшний квест. А сколько времени понадобится вам, чтобы выбраться на свободу? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...